Добрый вечер, дорогие одесситы! Мы в прямом эфире. Студия имеет для связи с вами телефон 737-7310. Вы можете звонить. Тематика у нас достаточно актуальна, потому что казалось еще совсем недавно, несколько дней назад, что наступило некое политическое безвремение. Наш дорогой губернатор ездит по городам Украины, поднимая там контр-коррупционную волну. В Одессе некое затишье. Застройщики лютуют во всю мощь. Наступил период, когда самое их время делать что-то так, как им нравится, не считаясь решением местных властей. Власти заняты удержанием кресел. Все это еще и происходит одновременно с достаточно сложной макроситуацией на Ближнем Востоке. И так далее. Разобраться во всем этом непросто, особенно учитывая то, что мы психологически, бывшие советские граждане, очень рассчитываем всегда на то, что есть правые и виноватые, есть белые, есть черные, есть мы и они. В этой ситуации мы видим довольно запутанную картинку. Есть разные группы, разные анклавы, разная динамика перемещений, огромное количество религиозных, культурных, цивилизационных, военных, индустриальных проблем и обстоятельств. Все это вместе воспринимать одним цельным куском информационным практически невозможно. Мы к этому совершенно не привыкли. Мы не привыкли к многосторонней информации. Мы не привыкли к объективному анализу этой информации. Я попытался ввести вас в курс дела. Мы сегодня будем на эту тему говорить достаточно сложную тему с политологом и журналистом Сергеем Назаровым. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Приветствую вас в нашей студии. Спасибо. Я бы хотел с вашей помощью помочь нашим телезрителям разобраться и с внешней, и с внешнеполитической ситуацией, и с внутриполитической, в том числе региональной. Великий Гёте говорил, «Нихт из дринен, нихт из дрессен», то есть нет ничего снаружи, нет ничего внутреннего, ибо это взаимосвязанные реальности. Вот эту взаимосвязь я хотел бы поручить, осветить вам, если это возможно. С чего начнём? Всё-таки с макроповестки или с нас? Мы начнём с того, что в отличие от уже существующих договорённостей, сегодня государство Израиль имеет 17 километров границы, не прикрытой с внешней стороной, не прикрытой дружественными, или, по крайней мере, нейтральными войсками. Это или Асад и его войска, или, если он там не удержится, в чём я сомневаюсь, это войска ИГИЛ. Значит, это на самом деле даёт Путину манёвр. Обострять отношения с 7-миллионным Израилем, или обострять отношения с 80-миллионной Турцией. Вот каким образом он будет выходить из того тупика политического, из того одиночества морального, в которое попал он вместе с огромной нашей дорогой Российской Федерацией? Здравствуйте. Ещё раз, ну, такой поставили очень конкретный вопрос. Если отвечать на него линейно, с кем выбрать конфликтовать, с 7-миллионным Израилем, или с там более чем 80-миллионной Турцией, то даже в этом случае, если выбирать так, стоило бы выбрать Турцию, несмотря на вторую по численности армию в НАТО, вслед за Соединёнными Штатами, и масштабную общую границу, в том числе и по морю с Россией. Но с Израилем в условиях конфликта с фактически всей евроатлантической цивилизацией, конечно, Россия на такое обострение не пойдёт. На такое обострение мог пойти Советский Союз в период своего военного экономического расцвета, но, конечно же, не Российская Федерация. В этом смысле, я думаю, что Израилю со стороны России опасаться нечего. Другое дело, что сегодня бытует мнение у многих политологов и экспертов, что то затишье, которое сегодня, некий анабиоз внешнеполитический, в который временно впала Россия, это некое затишье перед бурей, перед каким-то очередным экстремальным действием со стороны Кремля. Я, наверное, покажусь здесь излишним оптимистом в данном вопросе. Но я, честно говоря, думаю, что это не манёвр, не тактика, не какая-то КГБшная разводка, а это большое, искреннее и естественное желание хотя бы маломальски сохранив... Выйти сухим из воды. Уже не получится. Я бы сказал, отползти. Немного отползти. Почему? Потому что мы об этом с вами говорили много раз, в том числе и в этой студии. Ключ к пониманию философии и идеологии российского руководства. Ведь российское руководство – это несколько десятков человек, может даже меньше, может десяток человек, приближённых к Путину. Все эти люди, без исключения, все эти люди являются долларовыми, замечу, долларовыми, а не рублёвыми миллиардерами. Люди, которые выжили... То есть это ворозаконие, грубо говоря. Люди, которые заработали колоссальные состояния на эксплуатации абсолютной власти в России. Я специально сделал акцент на том, что все активы, заработанные этим окружением... На эксплуатации идеи русского мира. Совершенно верно. Все эти активы заработаны в американских долларах. Недвижимость, майно, банковские счета. Все находят... Понимаете, ведь мы с вами не воспринимаем всерьёз, когда там помощник президента Глазев, обращаясь к россиянам, говорит им с года в год о том, что нужно хранить деньги в заберегательной кассе здесь, в России. Мы с вами понимаем, что несмотря на законы запретить... Глазев, видимо, не там их хранили, я так понимаю. Да Глазев бог с ним. Глазев не тот человек, который... Извините, академик, российская академия наук. Да, ради бога, Дугин тоже советник президента и профессор МОО. Так что же, как бы... Это не повод отменить мракобесие. Я к тому, что деньги-то в любом случае, все активы хранятся в долларах. Они хранятся там. Поэтому, когда Российская Федерация, как наследник Третьего Рима, вот эта вот филаретовская теория, ведь за последние 500 лет, по большому счету, в доктрине экстенсивного развития империи, ведь с филарета ничего толку нового не появилось с тех пор. Так вот, к чему я все это говорю? Все это очень хорошо, все это бравадно, все это очень весело до какого-то момента. Вот, может, вы со мной не согласитесь. Но ведь и аннексия Крыма, и ситуация на Донбассе, и даже Сирия. Ведь я уверен в том, что и Владимир Владимирович Путин, и российское руководство, в общем-то, считали, что в очередной раз сытая, спокойная, переевшая евроатлантическая цивилизация будет как бы стучать пальчиком по столу, говорить о том, что, в общем, это как-то, ну, не совсем... Мюнхен 38. Ну, ничего не будет. Анн, вот вы видите, вышло. Поэтому я думаю, что пауза, которую сегодня Россия берет в Сирии, пауза, которую Россия изо всех сил пытается взять на Донбассе, это не тактическая хитрость, это желание ситуацию как можно больше затянуть, это лихорадочные поиски возможности выйти из сложившихся череды патовых ситуаций с минимальными потерями. Реанимация договора способностей. Частичная реанимация договора способностей России. Знаете, два года подряд, сейчас не вспомню точно годы, американский журнал Тайм, по-моему, признал Путина человеком года. Ну, с кем не бывает. И ведь это... Я знаю, что некоторые журналы признавали человеком года в конце 30-х Гитлера. Вот тот же, сам журнал. Но ведь для, как бы это сказать покорректнее, ведь для, пускай большого, но маленького человека оказаться на абсолютно, вот формально оказаться на самой вершине пищевой цепочки, это то состояние, к которому ты очень быстро привыкаешь. Ведь давайте не кривить душой. Ведь до ситуации с Крымом Россия номинально, номинально действительно вошла в элитный международный клуб. Это и Олимпиада, это и Чемпионат мира по футболу, это и участие России во всех, пускай формальных, но очень статусных международных клубах. Это и 20-ка, это и G8, это и вступление в ВТО. То есть все вторичные признаки серьезной державы у России появились. Другое дело, что как только завинтила евроатлантическая цивилизация, немножко вентиль, выяснилось, что все эти успехи были дуты и выдавали западной цивилизации России во многом авансам, но я думаю, что желание российского руководства сегодня вернуться в легальное поле рукопужатных лидеров, с которым будет пить чай Мерки, или с которым будет созваниваться так ненавистный россиян и американский президент. Это желание страстно. Опять же, почему? Во-первых, немножко страшно. Во-вторых, все бабки, заработанные с 2000 года на, собственно говоря, российских госмонополиях, я, конечно, не международная фискальная служба, но я почему-то уверен, что они хранятся там. Там это абстракция. Они хранятся там, там и там. Там нету яиц в одной картины. В общем, я думаю, что, конечно, хотят ли русские, русские войны сегодня? Спросите вы у тишины. Спросите вы у тишины. Я думаю, что сегодня, конечно, постараются сделать максимум для того, чтобы от ситуации отползти, потому что становится дорого. То есть, затянуть ее и довести до нейтрального ощущения, что это как бы заигранная уже ситуация, с которой теперь... Это как урильские острова. И вроде, давайте вот мы завтра с утра выйдем во двор, да, и сделаем вид, что драки не было. Ни счетово. Вот если можно, давайте притворимся, что ничего не было. Если эту тему развивать, да, а насколько для западной цивилизации, насколько для Соединенных Штатов Америки, кто, ну, по сути, определяет, в общем-то, сегодня вектор развития западной цивилизации, насколько они пойдут на принцип вот до конца, честно говоря, Юрий Леонидович, я не знаю. Наверное, американисты, американские политологи, американские эксперты, которые лучше понимают хитросплетение, в первую очередь, внутренней американской политики, потому что, как мы знаем, внешняя политика всегда отображение внутренней. Я на этот вопрос с уверенностью отвечать не могу. Если этот трюк удастся, то есть, ну вот, понимаете, что сейчас делает Москва, ну, пожалуй, давайте... Да здравствует Клинтон, давай Макея. Давайте ради Бога мы даже что-нибудь отдадим. Давайте, вот только давайте... Давайте снова говорить о Курильской гряде. Давайте говорить о чем угодно, да. Давайте заберем Алика Ветрова из нашей Бессарабской народной республики. Будет за счет мелких жертв устаканивать крымский вопрос, да? Давайте делать много что, только вы нас... Вот мы совершили небольшой акт бандитизма, да? Ну, такого вот бандитизма. Давайте мы сделаем все, что угодно, но вы сделаете вид, что акта бандитизма не было. Все это как-то легализуется. Надо сказать, что они хорошо понимают тех, с кем они имеют дело, потому что там начальник, там президент зависит от избирателей. Он реально зависит, они могут его не избрать. Поэтому он вынужден принимать те формулы, которые поймет большая часть населения или референтная группа. Но это отрицательный, он же положительный момент любого сравнительного анализа демократии, диктатуры. Конечно же, конечно же, в России... В этом смысле шансы у диктатуры намного выше, чем у демократии. Победить в этом заочном споре. При этом, при всем, западные демократии очень сильно напуганы как раз тем, что Путин пошел дальше, чем шел Сталин. Что оказалось уже невозможно. Что вы имеете в виду? А Сталин не выводил в управление государством непосредственно политическую полицию. Ни один руководитель политической полиции в руководстве страной принятие стратегических решений не принимал. Ни в гитлеровской Германии, ни в сталинском СССР. А в нашей современной Российской Федерации, пожалуйста, подполковник КГБ решает судьбу миров. Мира. Миропорядка. И это на самом деле очень серьезная и угрожаемая ситуация. Потому что гибисты, как известно, бывшими не бывают. Я понимаю, что все то, что происходит, то давление, которое происходит на Россию условно мировым сообществом, оно, конечно же, связано совершенно не с Украиной и не с сопереживанием по поводу Крыма и уж тем более не с сопереживанием по поводу Донбасса и не экономической ситуации в Украине. Грабонин все это видели. Что Боливар не выдержит двоих. А с тем, что создался прецедент, пускай где-то очень далеко. Ведь давайте... После 45-го года это впервые. Да. После Поздамского... Тем более с участием государства, обладающего ядерным оружием, государства, претендующим на то, чтобы быть каким-то на определенном центре мирового влияния. Не располагающего серьезной эффективной экономикой. Ну, при этом... Располагающий разворованным бюджетом. Ну, при этом... Располагающий гибельными стратегиями. Но при этом дрочливый, потенциально исторически опасный. Давайте так. Да, неуравновешен. Все как бы... Недооценка России, недооценка России как игрока и недооценка России как... Ну, вот, в сравнении с медведем не зря приводится, который может в какой-то момент начаться агрессивно драться. Ну, Путин же сказал, что медведь не знает, где кончается Тайга, он сам определяет, где граница. Так или иначе, я думаю, что сегодня, если мы часть этого разговора постепенно завершаем, я думаю, что, конечно же, сегодня и в отношении Сирии, и в отношении Украины, и в отношении вообще внешнеполитического противостояния западной цивилизации, Турция как раз бог с ней. С Турцией там могут... Русско-турецкие разборки могут продолжаться еще долго. И все-таки давайте справедливости ради так, да, безусловно, Турция член НАТО. Безусловно, это военный союз Соединенных Штатов в регионе. Но Турция ментально и духовно не часть евроатлантической цивилизации. И уж кем-кем, опять же, я так думаю, да, если надо, западный мир пожертвует в этой ситуации... Кам пожертвует Турция. Сейчас я скажу грубо. Жертв среди турецкого населения европейцы, американцы не будут так же самосчитать, как жертв украинского или сельского. Вы знаете, при этом Турция является частью Ближнего Востока и активным участником тамошних разводок. Поэтому у нее есть возможность играть и на европейском, и на Ближневосточном театре. Важнейшим, самым сильным участником в этом регионе я говорю о том, что справедливости ради надо понимать, что для человека западной цивилизации, какой бы там ни был трижды Турции военный союзник, какая бы Украина сегодня не была бы тактическим союзником в этом вопросе. Конечно, мы должны понимать, что стоимость жизни отдельно взятой француза, немца или американца для этой цивилизации стоит несравнимо даже, чем жизнь турка, русского, украинца. Или, учитывая, что мы сейчас в том числе затронули сирийский конфликт, там, Алавита, Сунита и Лишит. Но там действительно достаточно пестрая картинка, если вмешается... Да, пожалуйста, помогите. Если вмешается, извините, прямой эфир, у нас здесь бывают иногда такие накладочки. Я полагаю, что там настолько пестрая картина, что с ней разобраться специалисты по Ближнему Востоку, живущие там, с большим трудом берутся и говорят более осторожно, чем наши... Я вообще стараюсь обходить именно глубокий анализ внутрисирийского конфликта, вообще Ближневосточного конфликта, потому что, честно говоря, мои знания о причинах следственных связей конфликта в этом регионе являются, на самом деле, очень поверхностными, как бы давляющие большинства российских и украинских политических... Включающие господина Сатановского, господина Соловьева и прочих. Я не могу такого момента опустить, потому что из России раздаются достаточно поверхностные и достаточно решительные суждения. Если мы продолжаем как бы вдруг эту тему, я понимаю, что русские, если вам интересно, я понимаю, что русские делают в Сирии. То есть, если встать вопрос таким образом... Я даже понимаю, что они делают в Украине. Понимаете, тут же вопрос... Это более болезненная тема, потому что мы здесь живем. Про Сирию все-таки нам с вами говорить легче, потому что... Можно говорить, что у каждого из нас своя собственная правота, и нам нужно просто считаться с тем, что правота это разная. Умеет ли так ставить вопрос господин Путин и его окружение, сильно сомневаюсь. Вот их правоту они принимают, а все остальное они просто фактически игнорируют или подавляют. Вот с этого нужно начинать договор, разговор о недоговороспособности Российской Федерации. Я хотел бы... Полезнь себя так ведут даже на местечком уровне не то, что... Да, вернемся на местечковый уровень. У нас наложен домашний арест на главу администрации Суворовского. Я так понимаю, что господин Саакашвили на макрополитике, на макрополитической карте не существует пока еще, и слава Богу. Может быть, в этом есть и... И... Но он очень туда хочет. Он туда хочет, а его пока что забросили в Одессу, чтобы он там в Киеве под ногами не путался и не делал международных заявлений. Но он уже оттуда практически сбежал, оттуда это отсюда. Отсюда сбежал, а там еще не приняли. Поэтому вот сегодня он-то сбежал, а руководитель райадминистрации Суворовского района под домашним арестом. Что вы об этом скажете? Смотрите. Здесь-то без Саакашвили не обошлось? У этой истории есть на самом деле два совершенно различных аспекта. Сейчас я думаю, что мне сказать корректно, что некорректно. Давайте я такую небольшую формальную тайну раскрою. Между руководством города и области с момента назначения губернатором Саакашвили собственного дона с губернатором. Конечно, изначально существовало небольшое напряжение, но конфликта не было. То есть были какие-то шерохователи, но конфликта такого не было. Хотя руководство области вело себя достаточно агрессивно и задиралось. Михаил Николаевич Саакашвили будет себя агрессивно вести даже в детском саду. Он по-другому себя вести не может. Он, по-моему, оттуда еще и не вышел. Вот. Так вот, просто рассказываю большую предысторию. Так вот, это напряжение возникло только во время выборов. Ну, вы помните историю. Михаил Николаевич привез этого странного человека по фамилии Боровик. Решил, что он должен быть мэром. Он мэром не стал. Это глубоко возмутило губернатора Одесской области. Он выступил с целым эскападом заявлений. Что все, кто не разделяет его точку зрения, это агенты Кремля. Да, состоялось 11 судебных заседаний по этому поводу. 11 судебных заседаний представителей господина Боровика были проиграны. И, в общем, как бы все сделали вид, что этой истории не было. Но вот это вот трение, которое возникло, да, между годом, оно осталось. Дальше происходило немножко такую инцидентрическую информацию расскажу. Дальше ситуация развала в следующем образом. Давайте я вам по-простому объясню, в чем региональная, а, наверное, и внешняя политическая философия команды... Сергей Яковлевич, у нас 8 минут. Я буду очень быстро тогда говорить. Она заключается в следующем. Ну, будет примерно вот так. Дорогие, дорогие аборигены... Вот так оно. Вы не понимаете своего счастья. Нет, дорогие аборигены. Сейчас мы вам всем... Есть кто-то получше, вы похуже. Вот оператор мне, в общем-то, нравится, он может и дальше сидеть, а вот вы вообще выйдете отсюда. Хорошо, сейчас. Да. Дорогие аборигены, правила теперь такие. Поскольку вы аборигены, вам бусы. Вот. А вот, например, что вы будете есть, какие будут занимать должности, как вы будете разбираться, кто где что будет зарабатывать. Это будете решать не вы. Это, если можно, решать будем мы. Почему? Опять же, давайте сразу договоримся сразу. Мы красивые, умные, талантливые, ну, колонизаторы. Вы хорошие, милые, смешные, наивные папуасы. Вот такие предлагаются правила. Более того, наиболее приятные моему глазу папуасы, да, они могут быть, как бы, в составе экспедиции, ну, конкистадоров. Мы, конечно же, вас не подпустим никаким серьезным решением. И при необходимости съедим вас первыми. Да, потому что вы все равно для нас пятница. Вот, в любом случае. Но вы можете где-то ходить рядом тоже. Мы вам будем давать даже больше. Но вы понимаете же, в этот момент возникает хор басов, и с этим плохим анекдотом, ты приехал в город Одессу? Вы слышите, что об этом говорят наши телезрители? Если бы у нас было бы время, вы бы, наверное, мне бы в эфире спросили, я у вас спросил бы, а вот та Одесса, которая сейчас говорит, она вообще существует? Ну, вот это. Ну, я не до конца в этом уверен, но, предположим, вам виднее. Так вот, природа конфликта... Любой бы одессит вам ответил очень коротко. Раз я здесь, значит, существует. Окей, хорошо. Так вот, природа тех конфликтов, которые с ним происходят между областной и городской властью, на самом деле она здесь. Что такое, Александр? Теперь я говорю, в чем коллизия вот этой ситуации? Была дана команда поручения. Благо и прокурор Одесской области, и начальник полиции Одесской области, это члены команды Михаила Николаевича, копать, искать под команду Труханова, разорвать на эти... Но кем же надо быть, чтобы объявить, что он уже посажен, и он уже в тюрьме, когда нету ни решения, ни уголовного преследования? Вот это и есть вторая линия, о которой я вам говорю. Ситуации вины ответственности чиновника, который, наверное, большинство окружает Суворовского района, одесситов в глаза не знает, должен за ним... И коль уж мы говорим о том, что мы строим демократическую страну, коль уж мы говорим о реформах, коль уж мы говорим о либеральных ценностях. Вину конкретно... Я даже сейчас опускаю, почему до него докопались. Вы знаете, все это, мне кажется, слишком сложно для нашего телезрителя. У меня простой вопрос. Должен определять все-таки суд. Это да. А не Фейсбук. Я правильно понимаю, что господину губернатору, вообще говоря, на любой закон плевать, если этот закон расходится с его личной точки зрения? Ну, вот такой вопрос... Ну, получается, что да. Ну, если бы стоило... Как насчет презумпции невиновности, господин выпускник американских вузов и так далее? Ну, если бы вы меня спросили бы, можно ли бы в фамилии Саакашвили подписать фразу «Я есть закон», то, наверное, это можно было сделать уверенно. Ну, Людовик 14-й это сформулировал задолго до Саакашвили. Я же поэтому говорю, что под этот раз можно и подписаться. Наверное, могли бы подписаться и наши грузинские реформаторы. Другое дело, что я не готов ответить за всю Украину. Я вообще не претендую на то, что я могу, сидя в студии, общаясь с вами, рассказывать о том, какие будут реакции, как будут воспринимать методы входа в политическо-экономическое пространство нынешнего губернатора Одесской области и в других регионах. Но у меня есть некие сомнения. Я вам сейчас описал ту доктрину, по которой команда грузинских реформаторов общается с городом. Она примерно вот такая. Сергей, на сомнении еще 4 минуты. Я сомневаюсь в том, что вот так вот легко, радостно и просто доктрина подобных отношений с этим городом может существовать. Почему? Потому что, да, безусловно, давайте так еще скажу, такие штуки не приятнят. Я тоже уже одессит, я здесь живу 15 лет. Да, я вижу, что качественный состав народа, населения нашего любимого города из года в год, мягко говоря, не повышается. Наверное, это нормально. Это правда. Наверное, это нормально. Но и Дюк, да, решили. Я пока его не поменяли на Ленина, хотя и были попытки. И Михаил Воронцов стоит на том же месте. И я думаю, что эти одесситы, которые прописаны в городе навечно, просто не позволят такие вещи с нами делать. Об этом примерно я говорю. Но все-таки, как бы не было тесно или колючо, все-таки это город совершенно особенной истории. Это город совершенно особенной генетической памятью. Я с вами согласен. Мне вообще кажется, что для Одессы сейчас, для Одессы такой, какой она может сохраниться. Сегодня Киван гораздо опаснее, чем Саакашвили. Сделать социумом из бизнеса, он может только на квадратном миллиметре, и потом все это будет пересмотрено. А вот поставить 60-70 стеклянных ящиков и поменять инфраструктуру существования в этом городе, это может другой человек. К сожалению, они уже нашли общий язык и составляют определенную силу. Я должен сейчас что-то сказать, но мне в самое время... Вы ничего никому не думаете? В самое время сейчас немножко промолчать. Я не думаю, что подобный способ отношения, взаимодействия с городом в Одессе может дать какие-то высокоэффективные плоды и результаты. Я, конечно, могу ошибаться, но так, здесь так не надо. Этот анекдот не для Одессы. Это, как сказал Герой Бабели, это товар для Краменчуга. Ребята не по адресу приехали. А кто виноват и какая должна избираться мера пресечения? Из чего начать? Из степени уголовной ответственности. Меня интересует, с чего начать? Если из всех ленинских формулировок взять какую-то в качестве девиза, мне больше всего нравится последняя. С чего начать? В любом случае, не должно в том государстве, которое мы с разными взглядами и видениями, но все-таки все вместе стараемся строить, не должно быть частное, личное мнение одного, пускай даже яркого, талантливого человека заменять презумпцию невиновности, судебные решения, независимость, правоохранительного угроза и так далее. Того свободного, демократического, независимого, и главное, комфортного для нашей с вами жизни государства таким способом не получится. Ну, Сергей, вы, надо признаться, говоря одесским языком, сейчас спрашиваете у глубоко больного здоровья. На самом деле, ваше обращение сейчас носит характер просто мимо цели. Эти ребята уже давно не реагируют на такого рода призывы. Я совершенно не пытаюсь, честно говоря, ни на что повлиять. Я говорю о том, что мы... Как же, у вас сейчас миллион зрителей, и вы сейчас влияете напрямую на их осознание существующей несправедливости. Причем, несправедливости, допущенной в отношении лично каждого одессита. Как это вы не претендуете? Вы непосредственно сейчас занимаетесь, вообще говоря, медийным воздействием, вполне журналистским посылом, который я лично приветствую. Я всего-навсего в результате своего посыла я могу и сжать до одной маленькой такой фразы. Это что касается, например, и первой части нашего разговора о Путине. И то же самое это касается второй части разговора, когда мы говорили о губернаторе Одесской области. Я могу попытаться такую фразу сжать. Если ты на самом деле еле-еле поц, то не старайся навязывать правила меру поведения и жизни здесь цивилизацией, а здесь свободному городу. Браво. С этими замечательными словами я хотел бы, чтобы наши дорогие телезрители понимали, что Одессу наедине с псевдореформаторами мы не оставим. Вам всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы были у нас в эфире. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова